Привет! С вами снова Елизавета Волкова. Я рада приветствовать вас на моем канале. Вы почетный гость на моем канале о силе мысли, где я рассказываю о том, как исполнять желания. Сегодня речь пойдет о том, почему так важно записывать свои желания на бумагу. Я расскажу вам о реальной ситуации, когда желания исполнялись быстрее, когда они были записаны на бумаге. Я объясню, почему это работает, ну а в самом конце я расскажу свое мнение, в чем здесь подвох. Поехали! Удивительно, но в этом есть какая-то магия. Почему-то желания, записанные на бумаге, исполняются чаще, чем те, которые мы не записывали. Я сама заметила это на своем примере и сегодня я расскажу о том, почему все-таки стоит записывать свои желания на бумагу. Вы уже можете бежать и доставать свой любимый блокнот, потому что вам наверняка захочется сейчас прямо, не досматривать даже до конца это видео, начать писать свои цели и желания. Мак Маккормик в своей книге «Чему не учат в Гарвардской бизнес-школе» рассказывает, студентам одного из курсов задали вопрос, ставили ли вы четкие письменные оформленные цели на будущее и составляли ли план по их достижению. Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели цели и планы, 13% имели цели, но не записывали их, около 84% студентов не имели никаких конкретных целей, кроме как закончить бизнес-школу и отдыхать. Через 10 лет, в 1989 году, студенты этого курса были опрошены снова. Оказалось, что те 13%, имевшие, но не записывавшие свои цели, заработали в среднем вдвое больше, чем 84% не оставивших перед собой никаких целей. Но самое удивительное было в том, что те 3% студентов, которые записывали желания и цели на бумагу, зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% вместе взятые. Удивительное исследование, согласна? А Евгений Бедыч из Казахстана рассказал мне такую историю. В том, что необходимо записывать все свои цели и желания на бумагу, он убедился на примере своего друга. Сев однажды, друг записал 3 свои заветные цели на листок бумаги. Иметь ручку Паркер, поменять машину на более дорогую, съездить в Америку. Затем он расписал каждую из целей с указанием сроков, личных предпочтений и каких-то дополнительных условий. Как раз всему этому я обучаю своих учеников на марафоне. Мы тоже так делаем. Не скажу, что все сбылось именно так, прямо в деталях у этого друга, но смотрите, какие были результаты. Через месяц он устроился на новую работу. И буквально через 3 недели в этой фирме состоялся корпоратив, на котором каждому сотруднику в честь юбилея фирмы был преподнесен подарок – ручка Паркер. Через 3 месяца у него случилось невозможное. Он смог продать свою старенькую машинку почти в полтора раза выше средней рыночной цены. И тут как будто бы случайно подвернулся неплохой вариант с покупкой поддержанного Мерседеса. Как вы понимаете, он своего не упустил. Через 6 месяцев он знакомится с девушкой, у них начинаются отношения, но, к сожалению, она уезжает через 2 месяца в Америку. Чтобы не расставаться с ней, он в течение этих 2 месяцев работает днем и ночью, оплачивает программу для студентов в Америке и летит вместе с ней. Сейчас он женат на этой девушке и скоро они ожидают прибавления в семействе. Тот листочек со списком тех 3 целей до сих пор он хоронит, и он теперь висит у него в рамочке на рабочем столе. Листок с новыми желаниями он никому не показывает, говорит, чтобы не сглазили. Так как же правильно записывать свои цели и мечты на бумагу так, чтобы они реально реализовались? Сейчас я вам опишу последний способ, который я сейчас применяю. Конечно, способов просто миллион, и все они результативны на самом деле. Но последний способ мне понравился больше всего. Возьмите листок бумаги формата А4. Я взяла цветную картонку, чтобы она смотрелась более презентабельно. И написала 10 самых важных целей. Причем заголовок для этих целей я написала один. Как изменится моя жизнь через 3 года, если все будет складываться просто идеально во всех сферах моей жизни. И я написала 10 целей, которые описывают мой стиль жизни, мое семейное положение, мой дом, мой заработок, мою работу, мою миссию, мой внешний вид, мое состояние здоровья, здоровье и счастье моей семьи, моих родителей. И этот листочек я торжественно повесила на холодильник. Ежедневно он напоминает мне о моих целях. Ежедневно я подхожу к нему и с радостью читаю свои цели. И я уверена, что очень скоро они исполнятся. Также один из самых эффективных и распространенных способов написания своих желаний на бумагу – это тетрадь 100 дней. Вот какой я нашла в интернете отзыв об использовании этой тетради. В двух словах вы берете тетрадь на 100 или больше страниц и пишете в нем все свои цели, которые теоретически могут исполниться в течение 100 дней. То есть это чуть больше, чем 3 месяца. Какие цели вы хотите реализовать в течение 3 месяцев? Вы писаете все эти цели и ваша задача каждый день в этой страдочке переписывать свои цели. Добавляя что-то новое либо убирая те, которые уже реализовались. Я знаю огромное количество людей, у которых эта практика срабатывала просто невероятно волшебно. И вот один из отзывов. Хочу поделиться результатами техники 100 дней. В общем, на момент первого дня эксперимента у меня даже не было молодого человека. А на сотый мы должны были пожениться. Так вот, как только я сформулировала желание и записала его в тетрадь, сразу же стали появляться претенденты. Мамины знакомые неожиданно начали сватать своих сыновей. В общем, с одним у нас завязались отношения. Тетрадь эту я вела шаляваля и дай бог туда 5 раз писала все эти 100 дней. В общем, какой результат примерно в конце эксперимента данный парень предложил переехать к нему. Мне кажется, результат неплохой, техника работает. Может быть, если бы я более тщательно вела тетрадь, желание бы сбылось на 100%. Это вообще очень крутой результат, и я рада за эту девушку, что у нее исполнилось ее желание. И последний способ на сегодня, перед тем, как я расскажу, как это работает и в чем есть подвох, это мой тоже способ. Я просто беру телефон и записываю в заметках, как я хочу, чтобы какая-то ситуация изменилась в мою пользу. В целом, я доволен на 100% тому, как работает моя вселенная, как исполняются мои желания. Просто попробуйте записывать свои цели, и у вас тоже получится. Главное, не проверяйте каждую минуту, сбылось или не сбылось. Забудьте про это хотя бы на месяц или на три месяца, а лучше на полгода или год, а потом проверяйте свои записи, и вы будете очень сильно удивлены. И вот в чем подвох так называемый. Дело в том, что на самом деле, как я уже сказала, реализуются все без исключения наши мысли и чувства. Просто человеческий мозг обычно очень быстро забывает о том, что он думал месяц назад. Вы же не помните, что вы думали в четверг месяц назад в 10 часов утра? Конечно, нет. Вы даже не помните, что было в этот день. Конечно, вы не можете запомнить свои мысли. А в этот день вполне возможно, что вы думали какие-то мысли, которые сейчас у вас реализуются в жизни. Именно поэтому, когда вы записываете свои мысли, когда вы фиксируете свои цели, ставите цели и прописываете на бумаге, то вы никогда не забудете, потому что вы сможете взять и проверить, что вы написали полгода назад. Именно так это работает. Вы просто можете таким способом отслеживать, как реализуются ваши цели. Чем чаще вы будете замечать, что ваши мечты исполняются, что ваши мысли сбываются, тем больше силы и уверенности у вас появится. И тем более высокие цели вы сможете ставить. И тем более высокие желания у вас могут сбываться. Я желаю вам удачи. Если для вас это видео было полезным, конечно, поставьте мне лайк. Мне кажется, я заслужила этот лайк. С вами была Елизавета Волкова и мой канал Сила в мысли. Субтитры сделал DimaTorzok